Добрый день, друзья! С вами Алекс, строительная компания Элькемья Пыль. Я бы хотел поговорить с вами на такую тему, как районы города Мерсин. Нас часто спрашивают в комментариях, в инстаграме, в ютубе, расскажите про районы, какие районы лучше, хуже, какие районы более пригодны к жизни. Сегодня давай вкратце поговорим на эту тему. Сразу хотелось бы сказать о том, что основные продажи, реальные продажи, происходят в двух районах. Это районы Мизетли и Лени-Шехир. Если мы берем городскую черту города Мерсин, есть еще другие районы, мы по ним тоже пройдемся, но основные эти два. И конкретно про районы Мизетли и Лени-Шехир я расскажу в самом конце. Сейчас мы с вами просто по порядку пройдемся с востока на запад по основным районам, в которых также могут быть продажи недвижимости для русскоязычного населения. Еще сразу же хотелось бы сказать с самого начала о том, что регион Мерсин, он состоит из 17 районов, так называемый ЛЧ. И мы сейчас с вами с востока на запад пройдем по основным из них, все не будем туда до конца на запад идти, потому что там особо продаж не происходит, именно с точки зрения, если привязываться к городу Мерсину. Мы с вами рассмотрим именно основные районы, которые вот с востока на запад ближе к городу Мерсин. Первый район, который у нас идет с востока на запад, если смотреть по карте, это район Тарсус. Район Тарсус известен тем, что в ближайшее время там планируется открытие аэропорта. Все знают про этот район именно за счет того, что должно быть в скором времени открытие аэропорта. Точно дат никто не называет, но в ближайшем будущем это должно случиться, мы очень на это надеемся. Также в районе Тарсус очень много исторических памятников культуры, очень много мест, которые можно посетить, посмотреть. Но по факту сам город, который образует район, он находится в районе 20 километров под морем. Поэтому именно для наших граждан, для туристов, да, это не очень привлекательный район. Это именно район, в котором живут в основном туркоязычное население, местное население. Там есть много фабрик, заводов. Также в этом районе есть еще американский колледж, про который мы отдельно, возможно, снимем выпуск. То есть некоторые наши клиенты именно звонят, те, которые интересуются городом Тарсус. Говорят, что есть американский колледж, в котором можно учиться детям, да, и потом очень удобно, быстро и проще можно поступить уже в американские учебные заведения. Мы еще уточним по этому колледжу, но пока информация такая есть общая. Следующий район, про который можно что-то сказать, это район Пан-Денис. То есть есть четыре района, которые находятся в черте города, сразу скажем. Это Ак-Денис, Туруслар, Мезетли и Ени-Шехир. Ак-Денис – это портовый район. Он именно основан на том, что там есть порт, самый крупный морской порт в Турции. И вот этот район, он образуется вокруг порта, вся инфраструктура, все крутится, вращается вокруг именно порта. Там есть, конечно же, жилые помещения, жилые кварталы, но мы там квартиры не продаем. В основном агентства недвижимости, которые именно ориентированы, в том числе на продажу русскоязычным, они там не продают. Там нет прямого выхода именно на пляже. То есть есть морская набережная, но в основном это портовая морская набережная. То есть там даже прогулочных набережных как таковых также нет. Поэтому этот район не пользуется популярностью среди русскоязычного населения. Следующий район, про который можно так же сказать несколько слов, это район Таруслар. Это также район, который вообще в принципе не имеет выхода к морской набережной. То есть этот район, он ближе к горам, он идет уже в север, можно сказать, что он находится в северной части города. Там живет сугубо местное население, не пользуется вообще никаким спросом среди русскоязычного населения. Поэтому этот район, там есть промышленность, там есть, естественно, там есть жилые кварталы, но в основном там живет местное население. Следующие два района, про которые я сказал, что я расскажу в конце, это Мизетли и Нишахер. Мы с вами увидим наружу, я вам покажу их физически. А сейчас следующий район, который идет уже за чертой города, это район Эрдемли. Эрдемли достаточно популярный район среди русскоязычного населения. Можем пройти по порядку с востока на запад. То есть у нас есть район Мизетли, который заканчивается районом Тедже. Микрорайоном, да, назовем. Из-за ним уже идет район следующий Чешмели, он негазифицирован. И это уже и есть начало района Эрдемли. То есть есть город Эрдемли, вокруг которого есть различные, назовем их, деревни. То есть можно пройти по порядку. Первый район Чешмели, потом идет Каргепынары, потом идет район Танюк, потом идет район Арпач-Бакшиш и уже сам город Эрдемли. Если пойти по порядку, опять-таки, по деревням района Эрдемли, то что можно сказать? Район Чешмели, это уже, да, негазифицированный район. Эти все районы, они более пригодны именно под летний отдых, да, подсезонный. То есть там хорошие песчаные пляжи. Это все побережье, можно сказать, оно взаимосвязанное, да. То есть начиная от района Чешмели и заканчивая городом Эрдемли и продолжением в городе Эрдемли и за Эрдемли. То есть это сплошная одна песчаная такая вот гряда, песчаная линия, которая вот разделена условно территориями определенными, которые называются Чешмели, потом следующий район Эрдемли, потом идет Танюк, еще раз повторю, Арпач-Бакшиш, он практически с Танюком это одно целое, там разделяет небольшая речка. И уже следующий район Эрдемли. То есть это более сезонный отдых, это районы негазифицированные, люди туда приезжают со всей Турцией, со многих стран Европы там отдыхают. То есть есть именно квартиры, которые в основном предназначены для летнего отдыха. Если говорить про сам город Эрдемли, то это достаточно большой, крупный город с населением около 120 тысяч человек. То есть там есть необходимая инфраструктура, то есть многие привязываются именно продавая недвижимость в этих районах, которые я перечислил, которые вот эти деревни, именно районы Эрдемли, к самому Эрдемли, потому что там достаточно близко, ближе уже к Эрдемли, чем к Мерсину. Можно сесть на маршрутку и добраться, и уже будет вся инфраструктура. Сам город имеет свою набережную, свои пляжи, тоже пользуется большой популярностью, но опять-таки минус то, что нет газа, ну и городок, как бы, в самом России, в принципе, небольшой. Но достаточно уютный, компактный, многим он очень нравится. Если мы пойдем с вами дальше за Эрдемли, в западную сторону, там есть также масса-масса различных городков, назовем это, да, деревни, города, которые имеют прекрасные песчаные пляжи, некоторые из них с голубым флагом, как говорят, очень чистые пляжи, также очень известен в районе Криско-Лесе, многие его знают, символ Мерсина, там есть крепость, много достопримечательностей, мы на них подробно остановиться не будем, там еще в большей степени развит именно летний отдых, в летнее время, потому что вся инфраструктура именно завязана под летний отдых. Зимой там все замирает, практически никого нет, естественно, там живут люди круглый год, но больше местное население. Некоторые, кто ценят спокойный, тихий отдых, круглый год, кому-то жизнь такая тоже подходит, естественно, также могут там купить квартиры. Следующий район, который идет за Эрдемли, это район Селивке. В принципе, район очень известен тем, что там есть атомная станция, которая строится в районе Атакую, но этот район может быть интересен именно тем, кто работает или собирается работать на этой атомной станции, там тысячи-тысячи людей работают, и именно это как градообразующее, можно сказать, сейчас предприятие, вокруг которого сейчас формируется район, инфраструктура, именно касаемо русскоязычного населения. Мы в этом контексте все говорим, да, сейчас. Поэтому, если вы не планируете работать на станции или не работаете там уже, то этот район, в принципе, ну, он также достаточно привлекательный, то есть, там есть свои определенные плюсы, там есть район, называется, Ташуджу, очень живописная бухта, там есть яхты, на которых можно поплавать вдоль Средневоского побережья, есть определенная фраструктура, но этот район, он более такой специфический и заточен именно под отдых и проживание тех людей, которые работают на этой атомной станции. Далее, мы уже не будем останавливаться подробно на районах, то есть, есть еще районы Муд, Гюнляр, Айдинджик, Боз Язэй и Анамур. Это, ну, районы, про которые я не могу ничего сказать, конечно же, там также есть недвижимость, там продаются, покупаются квартиры, но не могу сказать, потому что это уже очень далеко от Мерсина, это уже практически вот ближе к Алании, да, и мы там, ну, не занимаемся, да, у нас нет там объектов, мы сейчас еще говорим в контексте нашей компании, Кемиапы, мы вот строим крайний объект, у нас это район Эрдемли, если смотреть на запад, у нас есть несколько проектов в районе Томюк, и есть на востоке, у нас это район Тарсус, да, у нас также есть там три проекта, то есть вот от Эрдемли до Тарсуса вот в этом регионе у нас есть наши проекты, дальше мы уже не строим, если мы там будем какие-то проекты реализовать, мы обязательно будем более подробно рассказывать про эти районы. А сейчас давайте с вами пересместимся на улицу, я более подробно расскажу про районы Эрдемли и Енишихер. Очень хорошо было, очень хорошо было, очень хорошо. Как мы работаем, тут небо быть. Очень хорошо. Сейчас мы с вами вышли на улицу, мы как раз находимся на пересечении двух районов, мы находимся возле нашего офиса, Элькем-Япы, мы находимся на пересечении двух районов, по сути мы еще в Мезетли, но за моей спиной сразу начинается район Енишихер. Давайте расскажу про Мезетли, сразу и про Енишихер. Мезетли это самый популярный район, здесь происходит наибольшее количество продаж. Какая причина? Причина та, что здесь оптимальное сочетание, совокупность всех инфраструктурных преимуществ, которые вот могут быть, да, то есть здесь развита инфраструктура в плане магазинов, торговых центров, аптек, больниц, школ, детских садов. Также здесь есть прекрасный, самый большой в городе, самый чистый пляж, он называется Соли, и есть прекрасная набережная, по которой можно прогулять. То есть этот район, он максимально в себе сочетает все блага, все преимущества для комфортной жизни именно круглый город. Район Иришихир, который за моей спиной, это центральный район города, именно в нем находится такое место, как Марина, всем известно, многие ориентируются на это место. Именно в этом районе находится форум-центр, который также известен. Именно в этом районе находится государственный университет, который также вот очень известен, к которому многие привязываются. Очень развита инфраструктура, есть все, что можно себе представить именно для комфортной, приятной жизни. единственный момент что нет выхода прямого на пляж есть только набережная прекрасная шикарная которая возле марины но немногие знают если проехать немного дальше это уже ближе к району акдинистом есть сейчас новый парк есть насыпь и оттуда есть выход принципе на пляж он там есть то есть те кто говорят что в районе шахира нет пляжа это не совсем правда видишь и хире есть пляж но чтобы туда добраться нужно достаточно пройти ну порядка двух километров поэтому и не шахир все-таки подойдет более тем кто любит комфортную жизнь в районе максимально развита по инфраструктуре для которых моря не очень важно частности у нас есть там один проект который называется гала он находится порядка двух километров от моря он не близко к морю но этот район окружен всей необходимой инфраструктурой поэтому этот район также очень привлекательный перспективен и многие покупают квартиры именно в этом районе все друзья на этом мы будем заканчивать наш обзор по районам я надеюсь вам было интересно вы почерпнули для себя полезную информацию мы очень вкратце очень бегло прошлись если будет от вас запрос конкретно углубиться по какому-то району но это могут быть районы думаю которых я акцентировал внимание дым из отверстия и шахир также может быть тамю как дым ли если вот попросите прямо много комментариев напишите я буду готов углубиться и более подробно об этом сняли но все-таки мы продаем недвижимость больше тапаций поэтому следите за нашими выпусками подписывайтесь на наш канал до новых встреч